У нас утро. Третий день мы едем в древний город Термисас. Это где-то в горах. Сейчас заводимся и выезжаем. Продолжение следует... Мы едем дальше. У нас леса, горы. Большие горы. Мы приехали к домику на дереве. Вон он. Наш потрясающий шкутер. Я вот палка ставился в небе. Сейчас полезем наверх. Аж вот туда. Вот такой прикольный домик. Так. Идем в домик. Он закрыт на веревочку. Открываем веревочку. Все равно тут никого нету. Лесик. Национальный парк Термисас. Идем наверх. Идем наверх на дерево. Как бы это все не развалилось. Это скрипит. Вообще-то высоко. У-у-у-у. Вот это да. Вот это избушка. Умывальник. Даже туалет. Туалет есть. Ничего себе. Здесь можно просто жить. А тут у нас что? А тут у нас спальня. Тут у нас стойки. Окошко. Здорово. Домик на дереве. Вот это да. Национальный парк Термисас. Вот он такой. Галины. Горы. Большие домики. Вот такие вот. Тут можно жить прямо над обрывом. Ёлочки. В общем, все круто. Домик закрытый, правда. Дырчик. Скворечники. Едем дальше. Впереди нас ждут развалины древнего города. Эксперт. Рассл Wyбер. Термисер. Термисер. Продолжение следует... 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 вот это у нас что такое вот такая очень хорошая каменная работа выперся на верхушку какие-то видимо мазолеи отсюда все видно очень похоже что все это с отлита из бетона едем дальше куски колонн много-много и чертополох какая-то древность какой-то большущий храм от которого осталась одна дверь вот нашлись несколько колонн таких вот резных на них посмотреть то они ровно и идеально на ворота тут все развалины развалины на каждой колонии крепления на станке видно что их крепили и делали на чем-то на каком-то оборудовании тут тоже центр и риска для вращения место интересно но очень развалина взорвали чем-то очень мощно точно не стрелами не ядерными пушками вариант крепление колонны на станке четыре дырки колонна круглая идеальные кольца видно изготовление на токарке и цикаде вот она вот такие древние арочки на вторая красиво тропа наверх дремнему городу очередная мегалитическая съемка или с местного бетона или с местных каменоломен ровно и красиво ступеньки древние тропа просто бесконечно но зато мы куда-то выходим и видим очередные руины похоже это какая-то башня над входом была конечно же разрушенная блоки огромная все большое кругом стены кругом всякие древности полезем обязательно хорошо видно что раньше это были такие арки а потом их закладывали камнем по-видимому делали уже крепость из дворца это вход это таки вход в город тут появились люди которые по-видимому на машинах приехали или как мы взяли в аренду байк руины руины кругом одни руины что ж тут за этой стенкой то напоминаю это город Тернесос город в горах под Анталии высота всего 1000 метров над уровнем моря но место интересное вот такие вот блоки такая вот вход в город а может быть тут речка текла все в колючках плющик горы красиво все кругом красиво большая заложенная арочка была все было арочно все было очень ажурно и очень красиво проходы такие проходы огромные каменюки огромный камень пару-тройку тонн точно весит или бетонные блоки по какой-то странной технологии вот это здание с другой стороны и прекрасно видно что было все красиво потом все это все окна закладывали камнем от чего-то они прятались и сначала заложили арку оставили окошко потом окошко заложили ю куда пойдем это было одно большое здание да и вот это как раз я на обоих но совсем типовой вот так же как там арка была так и здесь арка тоже он видно что арка сначала арка была потом ее заложили и вот окно тоже заложили то есть его сделали таким монолитом и здесь остатки арки тоже заложенной огромное красивое большое здание подойду покажу какие тут щели между блоками есть ли они вообще-то щелей практически нет ровненько там все все красиво сделано но больше похоже не на ручную обработку на литье бетона по месту он видим блок с одной стороны неровности и с другой стороны неровности повторяются это бетон все уходит дальше под землю многоярусная конструкция и кругом арки 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 продолжаем наше путешествие что там бананы рюкзаке тут прикольно кругом сплошной древности вот сзади меня такие интересные пещерки вообще непонятного значения возможно это хранилища идем дальше движемся дальше и видим спереди супер стену очень красиво в исполнении такая прямо стена там тоже красивая с классической подрезкой с краев и с рваной серединкой а там стена натуральная полигональ прекрасный образец полигональной кладки кто бы мог подумать что такое есть в турции прямо под анталии настоящая полигональ и он даже кусочек вытащен мы пошли дальше где-то дальше у нас амфитеатр кому в этих дебрях нужен был амфитеатр никому так вот мы идем идем и тут хоп а внизу там подземелья арочка подземелья и подземные ходы туда и туда а может это просто коллектор канализации древней вот такая дорога идет дальше колодца судя по табличке которая была на дороге мы идем сейчас конфитеатра идем и спорим сколько же тут могло жить жителей я думаю 6 здесь жила очень мало просто места для них нет тут жить много народа узко тесно вот такая дорога вся старых блоках то есть вдоль дороги была или стена или сверху был купол чтоб не жарко было ходить на вокруг камня может быть тут были дома старые вот куски колонн колонны колонны вот стеночка по всех блоков и жутчайшая смесь этих руин ядерные взрывы просто тут происходили чтобы так вот разрушить все что-то мне говорили официальные историки но поколбасила здесь все сильно чем-то мощно а вон колонна ровная ровно и здесь углы он такие красивые потрясающие углы а вот сверху место крепления следующего камня часть полигонали а вот и стяжка здесь были металлическая стяжка такие стяжки встречаются по всему миру и вот даже в анталии мы нашли такие прекрасные блоки с хорошим ровным углом 90 градусов и стяжка следы древнего ремонта что-то нашла здесь здесь какие-то подземелья сейчас посмотрим что здесь вот это да здесь под землей оказывается целый город с прекрасной кладкой с огромными проходами выходы каких-то блоков блоков может это лестница была возможно это была лестница турки конечно все здесь перекрыли чтоб люди не лазили огромные ямы проходы есть там не видно вон он проход есть а вот засыпано это лестница была туда спуск это явное какие-то хранилища может быть зерно хранили может быть еще что-нибудь тут вот завалили все куски колонн валяются и что мы тут видим тут мостовая и и вау какая интересная конструкция что же это такое пирамида пирамида это самая вершина похоже вот это комплекса как мы определили в ходе наших сегодняшних исследований камень этот чем-то могли просто размягчать и потом так грабельками опа или палочкой вышкребали очень простая какая-то технология была давно забытая блок такой край как колонна а он блок такого еще не видел имитированная колонна да может быть вниз там была колонна и вверх сверху а может имитация колонна одновременно и это пол колонна такая и блоком служила и была имитация по краю колонна вот кстати интересное интересное такое место видно линия то есть здесь стоял следующий блок это очень как раз похоже что это был бетон чуть смягченный на него следующий блок отливали или ставили уже на смягченный и вот они так и сходились смотри вот такая интересная скала видно она такая затертая а снизу желоб для воды какой-то надо обязательно залезть наверх посмотреть что это и вон даже какая-то надпись просто проглядывается Юля нашла какой-то дом бенефактора и нас туда к этому фактору ведет ну пока что одна щебенка а вон и дом этого фактора кусочек ну так пойдем во фиг вот еще здание колонна прекрасно с надписью может кто-то сможет мы продолжаем движение и вот огромная площадь огромная стенка огромный дворец вот такая площадь здоровая в общем в Турции интересно нам нравится подойдем поближе к этой стеночке вот хорошо сразу видно разные века разные строители вначале строили он круто блоки ровненькие ровненькие а потом пришли халтурщики и достроили вот это вот из мусора как попало и вот эта стенка тоже как попало в общем в разные времена разные люди разные народы здесь жили и все это строили явный бетончик как такое можно было сделать не знаю потому что камень не песчаник и вот они точно так же вот эти выступы в мачу пикчу вот такие уже кто-то говорит что это чтоб кантовать эти камни вот дырки сверху поменьше сверху поменьше а сверху не просто поменьше вот это просто первая стенка а потом карниз а то следующее уже в другое время строили просто поднимали вверх нам очень повезло с погодой потому что в Турции в июле очень жарко а сегодня вот мы выперлись вот сюда и нам повезло тучки прохладно вот мы подошли к табличке написано где-то тут будет амфитеатр сейчас пойдем к амфитеатру опачки тут конечно уже есть люди амфитеатр в горах это просто колоссально вот такой у нас амфитеатр горы амфитеатр здорово вот тут в амфитеатре куча полуколон таких театр большой сейчас пойдем туда на край туда на край везде пойдем разрушено все очень сильно амфитеатр все красавище не знаю кому мог понадобиться театр в таком месте сюда пока сюда пока вылезешь я вот думаю что это не театр какие-нибудь хилевые электростанции древность тут прекрасно становятся зеркала падает на падает электричество так так насколько что-то высоко посмотрим высоко высоко кому-то кому-то надо было театр такой строить глобально глобально для театра в горах а вот рухнуло оно здесь чем-то долбанули и посыпалось здесь какие-то работники труженики убирают все это мусор заперлись сигнает куда а внизу всякие еще руины люди тут таки жили вот нашел в амфитеатре странную такую вот штуку вот если это у нас сиденье то каждый сиденье не имеет здесь такой такой переходик странный везде такое видно хорошо может чтобы вода туда стекала чтобы она не мокрая была безопасность какая-нибудь все типовое такие вот окрулости одинаковые тут ступенек видишь низ такой такие вот тут скругленный такой ряд царская скамейка такая вот ножки сделаны резные очень крутенько да вип места вот и все одна вип места но она разрушенная и вон еще скамейки такие же тоже вип не си 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 удивительно встретить рабочих упирающих мусор в таких дебрях действительно дебрях а вон в этом месте он дал усадочку видно а вот и ступеньки оп в самый низ турок нас учил говорить по-турецки говорит что вы мне хеллоу говорите говорите мне мархаба прикольно вот этот дворец и новая кладка випели из чего попало и колонны вон всунули в кладку дикари сколько исследований столько загадок в одном месте видно что это бетон в другом месте видно что это камень в третьем месте видно что это был пластилин и потом камень кто его знает как это делали очень трудно определить но разваляли это все чем-то очень мощным вон какие глобальные развалины огромные блоки все его так чем-то бобухнуло в перемешку колонны камни все большущие в кучу свалено вот так вот идем дальше вот еще один кусок колонны который видно что оно сначала смягченное было а потом обрабатывалось вот как раз вот этот вот этот кусок и видно вот так вот вот так вот идем в обратный путь спускаемся к нашему конику и поедем на новое место а в горы мы еще приедем пока ехали с одних древностей на другие нашли целый какой-то город никого здесь нету заехали мы сюда прямо нашим спутером окрестности анталии вот так вот просто нашли такую прикольную древность за ними далеко ездить не нужно все тут прямо под ногами валяется вот такой интересный не знаю что это но вот такое такое